Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами Мыльная Пена с очередными новостями об актерах и актрисах Теленова. За прошедшую неделю приключилось много всего. Начнем с того, что Марк Татчер так и ответил на обвинение своей бывшей жены. Он сказал, что все это ерунда полная, что прошло уже более пяти лет. И вообще лучше бы работала нормально, а то не знает, что с микрофоном делать. А вы знаете, что Моника Фанцека у нас радиоведущая. Его люди знают и никогда не поверят россказням его бывшей жены. Ну, может быть, оно, конечно, и так, но тут приключилась другая новость. И, по всей видимости, непосредственно связанная с предыдущей. Марк и его невеста Сесилия Галиано обратились к прессе с заявлением, что разрывают свои отношения. Упс! Причины расставания не называются. Актеры просят уважать их решение и говорят, что расстаются друзьями. Однако интересно. В июле 2011 года Марк разводится с Моникой. В ноябре начинаются его официальные отношения с Сесилией, которая только что рассталась с Себастьяном Рули. Отношения были вполне безоблачные, если бы не многочисленные скандалы между Сесилией и ее бывшим. Вы помните, что там судебное разбирательство было, перепалка в прессе и вообще много всякого разного. Ну, а потом Галиано потеряла обручальное кольцо, подаренное Марком, и пресса выдала вердикт. Все, конец крокодилу. Ну, в смысле, что примета супер плохая. Ну, как бы накаркали. Вот теперь, в общем, и непонятно, кто виноват. Не то журналисты, не то сами они отличились. А что же Рулье? Анчо принимает участие вместе с Анжелик Бойер во вручение премии на латинском Грэмми. Дает с ней же интервью на унивесье на своей любви. Наконец-то дорвались до большого экрана. А даже ходят слухи о том, что парочка поженилась в Лас-Вегасе. Ну, тут как бы никакого креатива. Про него и Расселя Рамбула тоже ходили такие слухи. Чем все кончилось, мы все помним. А вот кто не тянул, так сказать, катал за хвост со своей женей Бэй, так это Марк Энтони. Правду сказать ему рекламу-то и не нужно. Он у нас без того достаточно знаменит, чтобы создавать поводы для прессы, а потом кокетливо слухи опровергать, скосив глаза к носу постоянного вранья. Сказал, женюсь и женился. На Шенон Далиме, которая стала его третьей по счету женой. Свадьба была в Доминикане. Гостей было немного, все счастливы. И даже Дженнифер Лопес, его предыдущая жена, которая пожелала ему всего самого хорошего. Ну, и в общем, долгих лет счастливой жизни. Ева Лангория тоже планирует выйти замуж в феврале за Хосе Бастона. Хосе у нас один из менеджеров телевизии. С ним она встречается около года. Но до февраля еще много времени. А Ева особо ветреная. А так что все еще не окончательно. Вполне возможно, что она и передумает. Она и планирует свадьбу с Мануэлем Веласко весной будущего года. А точнее 14 мая. Говорят, что она ждет ребенка, и поэтому свадьба уже точно будет. Ну что же, будет первой дамой штата Чапас. А может быть замахнется на более высокое положение, на более высокий пост. И мужа продвинет. Ну чем она хуже Анхелики Реверри? Да ничем, такая же актриса. Ну тут, конечно, можно спорить, но тем не менее. Так вот, трудная эта работа. Может быть, оно и не стоит стремиться к положению первой дамы. Потому что ты постоянно под прицелом и у прессы, и у публики. Вот Анхелике недавно пришлось оправдываться за дом стоимостью в 54 миллиона песо. Пресса интересовалась, она какие такие средства, и когда был куплен дом. И не было ли тут коррупции или залезания в государственный бюджет. Пришлось Анхелике выкладывать контракт на покупку от января 2012 года и всячески объясняться с прессой, давать интервью и так далее, и так далее. Ну, а с другой стороны, 54 миллиона песо, это всего, нам всего 4 миллиона долларов. Для такой высокооплачиваемой и суперпопулярной актрисы как бы не чрезмерно много. Ну, хотя пусть разбираются. Это один из рисков высокого положения. Ты, как я уже сказала, под прицелом, буквально под микроскопом рассматривают все, что у тебя там есть. И вон Монтеро, наконец, может праздновать. Отмщена она с лихвой. Ее блудный муж Фабио был выгнан своей пассией Луисы Фернандо Сьерра из дома. Друзья женщины говорят, что ей просто надоели его измены. Она нашла прямые доказательства этому и сказала, что с нее хватит. Ну, тем более, что дама у нас адвокат и хорошо зарабатывает. А парнишка удобно устроился у нее на шее и пристроил туда все свое семейство, которое требовало денежек регулярно, а потом начала качать права и говорить, что мало даете. Ну, и более того, он считал себя совершенно замечательным, знаменитым артистом и всячески это подчеркивал, говоря, что Фе, она просто адвокат, а он, ого-го, артист. Ну, правда, вопрос в другом. Кто об этом артисте слышал за пределе одного района Мехико? Ну, это же не важно, как бы. Так вот, подруга Луисы Фернандо сказала прессе, что отношения с Фабио зашли у ее подруги в тупик. Ей надоело за него платить, а взамен получать неверность и постоянные скандалы. Тем более, что работала она, как я уже сказала, за двоих. Ну, вот, и та же самая подруга сказала, что Луиса уже 4 года дружит с Даниилем Аренесом, который, в отличие от Фабио, большой трудяга и очень воспитанный, хороший человек. Вот так вот. Ну, а Фабио вдруг решил, что дочка Ивон Монтеро Антонелло, она ему сильно даже вот сейчас нужна. Он хочет с ней познакомиться. Вот. Он решил, что все же это его дочь, хотя ранее это отрицал. И вы помните, что разрыв с Ивон был как раз именно из-за этого. Он сказал, что это не моя дочь, я ничего не знаю. Ну, что сказать. Бедная Ивон на последних месяцах беременности осталась одна. Родила дочь, у которой были серьезнейшие проблемы с сердцем. Девочка перенесла очень сложную операцию, чуть не умерла. А теперь этот желает познакомиться с дочерью. Ну, естественно, что Ивон не хочет, чтобы этот человек даже приближался к девочке и знакомился с ней. Скорее всего, парнишка просто ищет еще одну шею, на которой можно взгромоздиться и безбедно жить. Ну, что, увы, прошла любовь, глаза открылись. Очень неприятное у нас известие. У Лорены Рохас опять проблемы со здоровьем. Вы знаете, что она перенесла операцию по поводу рака грудей. Вот теперь был рецидив. И теперь у нее опять после ежегодного обследования выяснилось, что опухоль уже на печени. Ну, что, это просто какое-то вообще безумие, потому что только-только все начало налаживаться. Дочке приемной Усяни год исполнился. В личной жизни тоже все отлично. Ходит разговор о возвращении на телевизу и съемки вместе с Эдуарду Янисом. И вдруг вот опять такая беда. Ну, остается только пожелать Лорене здоровья и сил справиться с этой напастью. В общем, желаем ей всяческих успехов в этой борьбе. Она женщина сильная, она выдержит. Нинель Конде родила сына. Мальчика назвали Эммануэль. Нинель яростно работает над возвращением фигуры и планирует замужество с отцом ребенка Джованни Медина. Надо сказать, что по своему обыкновению Нинель всячески демонстрирует все свои успехи своего ребенка, своего мужа и так далее. В общем, пиар, 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 еще раз пиар. Ну, и последняя новость на сегодня. Скарлетт Ортиас рассказала, как застряла в лифте вместе с сестрой Алехандрой. Просидели они там минут 10, пока подоспела помощь. Сама Скарлетт перенесла неприятность нормально. Она дама такая не слабонервная. А вот ее сестра чуть не потеряла сознание. Оказывается, что в детстве они уже застревали в лифте, поэтому ощущения были не из приятных. А, и кстати, сестра Скарлетт сейчас является невестой Габриэля Корса. Вот так вот. Недолго он один побыл у нас. Ну, вот такие вот у нас новости на сегодня. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok